В этом году Apple сделала необычный шаг. Нам показали сразу несколько версий умных часов, Apple Watch Series 6 и более доступный Apple Watch SE. Причем показали их не вместе с айфонами, а за месяц до этого. И судя по новостям, следующие часы могут кардинально отличаться от всех предыдущих версий и даже получат новый дизайн. Сейчас все подробно и по полочкам расскажу, но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, у микрофона Антон, канал Копейпаста. Поехали! Как сообщает аналитик Мин Чи Куо, во второй половине 2021 года нас ждут обновленные часы Apple Watch в новом форм-факторе. Подробности он не сообщил, но можно предположить, что часы получат дизайн с плоскими гранями. И как итог, мы получим схожий дизайн у всех основных мобильных гаджетов – айфон, iPad и Apple Watch. И это круто, ведь давайте честно, это довольно самобытный и узнаваемый дизайн. Взять те же смартфоны, яблочные выделяются и выглядят круто. Но перейдем ко второй новости, ведь как сообщает портал GizmoChina, со ссылкой на патент Apple, нас ждет прямо росыпь инноваций. Во-первых, как видно из изображения, компания планирует использовать сканер Touch ID в боковой кнопке. Очевидно, что нужен он будет по большей части для платежей при помощи Apple Pay. Во-вторых, в патенте описано устройство с двухступенчатым дисплеем. Первый слой содержит пиксели для отображения изображений, а внешний слой может становиться прозрачным или блокировать свет, когда это необходимо. Это позволит разместить под дисплеем камеру и вспышку. И с учетом того, что Apple Watch с eSIM – это полноценное автономное устройство, вполне возможно, что часы можно будет использовать для звонков FaceTime. И если по поводу подэкранной камеры в ближайшее время я не уверен, то вот добавить сканер Touch ID – это вполне реально. Тем более, что опыт у компании уже имеется – тот же iPad Air. Вообще, судя по новостям, в следующем году Touch ID может получить второе дыхание. Это не может не радовать. Что же касается нововведений в умных часах. Помимо ранее перечисленного, огромный упор компания Apple будет делать на здоровье. Об этом, собственно, заявил сам глава компании Apple в подкасте Outside, сказав, что в часах нас ждут тонны инноваций и за мониторингом здоровья будущее. По его словам, мы только в начале пути. И если ЭКГ – измерение насыщения крови кислородом, пульс и все остальное – это только начало, то с нетерпением ждем новых и классных инноваций от яблочной компании. И об одной такой инновации рассказал портал Macworld, ссылаясь на патент Apple. Они утверждают, что следующее поколение Apple Watch может получить возможность измерения давления. Инновация сама по себе не новая. Допустим, те же Samsung Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3 могут это делать. Но хотелось бы увидеть реализацию от яблочной компании. А чего вы ждете от новых Apple Watch? Новый дизайн или новые возможности для отслеживания состояния вашего здоровья? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать – это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Ну а вы, как и всегда, были на канале Кэппи Паста. У микрофона Антон. Пойду пульс измерю, что ли? До связи!